В этом году 1310 семей в Тверской области оплатили обучение детей средствами материнского капитала. На эти цели региональное отделение социального фонда направило более 83 миллионов рублей. Всего за 16 лет действия программы использовали маткапитал на образование детей более 10 тысяч семей Верхнего Волжья. Все подробности в нашем сюжете. Обучение детей одно из самых востребованных у жителей Тверской области направлений для использования материнского капитала. Но только после улучшения жилищных условий. Оплатить обучение детей средствами маткапитала можно, когда ребенку, в связи с рождением которого был выдан сертификат, исполнится три года. Исключением является дошкольное образование. В этом случае распорядиться средствами можно сразу после получения сертификата. На дошкольное образование не надо. Нет никаких ограничений достижения трехлетнего возраста. И если только родился ребенок, можно старшего уже отправить в детский сад за счет средств материнского капитала. Материнским капиталом можно оплачивать не только высшее, среднее или дошкольное обучение, но и дополнительное. Кроме того, разрешается направить средства на услуги частных преподавателей, а также нянь. Главное условие – наличие у организации лицензий на оказание образовательных услуг. Еще один момент. На начало обучения ребенок должен быть младше 25 лет. Отделением заключено 480 соглашений с организациями, предоставляющие образовательные услуги. Если средства материнского капитала, договор гражданина заключен именно с такой организацией, то предоставлять никакие документы дополнительно в социальный фонд либо в МФЦ не нужно. То есть гражданин, сидя дома, через портал госуслуг подает заявление. Этого достаточно. Мы, получив заявление, направляем сами запросы в соответствующие организации. И рассматриваем заявление, принимаем решение. Также направить материнский капитал можно на оплату проживания ребенка в общежитии учебного заведения.